девочки подкрашивать мы будем акварельными красками я взяла развела на палитре черный и вот черный сильно развела тут поменьше взяла охру ну вот пока все три цвета у нас присутствует на нашей балерине черный охра ну и вот тут немножко синего черный все так что мне надо намочить слегка лента увлажнить просто чистая воду я увлажняю очки не перестарайтесь здесь нельзя чтобы лента была мукрая иначе она у вас убежит на основу вода нужно чтобы лента была слегка влажная все я увлажнила все части я беру кисточку тоненькую работаю всегда с тоненькими кисточками вот мы сначала просто придаем тон нашей крыски вот такой серенький основной тон конечно и основного окрасывая вот так мы прокрашиваем но тут тоже ручки я не все прокрашиваю вот тут я оставляю место для более светлого тона так вот теперь мне нужно добавить немножко черного девочки более темный оттенок черного пива и вот такими вот движениями делайте мне спинку брюшка у него будет плохо плохо и покрасим у христа спинка темненькая также также лапки здесь они темненькие и нижние лапки девочки у меня вот лапки они не прилегают даже к основе поэтому я не боюсь что у меня убежит вода вот в том месте где пришита да тут она может убежать поэтому очень аккуратно работаем с краской чтобы не убежала у нас ничего нас не испортил здесь можно даже сделать более тонкую кисточку вот у меня еще и тоньше есть кисточка я ей прокрашу вот эта единичка синтетика не очень удобно прокрашивать мелкие детали она достаточно упругая достаточно мягкого с ней очень приятно работать так мы не коснулись ушка надо ушка еще подкрасить если краски мало значит я беру добавляю черный прямо вот оттуда я могу прям вот отсюда примат отсюда взять краску такую более концентрированной поставить вот тут вот ей такие вот точечки такой вот узорчик ну вот у меня кисточка вот видите как разделилась очень удобно я могу поставить вот такие пятнышки или можно поставить просто тоненькой кисточкой тогда это будет немножко по-другому ну тоже будет интересно вот так вот так все теперь теперь брюшко я тоже немножко вот тут подкрашен брюшко тоже у нас она снизу серенькая там где лапки и сверху серенькая не тут вот подголовкой а теперь я аккуратненько подкрашу грудку ухрой ухрой обвинения ухрой не ухрой и в ухо ухрой 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 вы Продолжение следует... Продолжение следует... Все, ну вот таким образом мы подкрасили нашу крысу. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... И остались у нас вот тут ножки еще... Тоже... Сделаем их немножко потемнее... Так вот... Что касается туловища... А теперь нам нужно с вами сделать ей... Тапочки... Немножко катечки... Немножко катечки тоже очень аккуратно... Потому что тут можно вышить сразу с синей лентой... Вот... Тапочки... Пожалуйста... Ну вот... Я привыкла работать с белой лентой... Даже... Не подумала, что нужно вышить готовой лентой... Так... Так... Все... Тапочки у нас есть... Теперь мы должны с вами... Поработать с глазками и с носиком... Так... Носик у нас просто черненький... Я беру вот... Такую густую краску... Черную... Немножко водички... Ну и закрашивают эти все складочки... Девочки... Миленькие складочки... Мы просто очень аккуратно... Все это закрашиваем... Вот... Можно тоже вышить черной лентой... В принципе... Так... Теперь глазки... Вот... Там где... У человека должны быть веки... Мы делаем вот... Просто такую полосочку... Черную... Я... Девочки... Не мочу глазки... Потому что... Эта линия... Сразу расплывется... Просто... Вот... Подкрашиваю... Черненьким... Все... Так... А сами... Глаза у нашей крысы... Голубые... Под цвет ее... Тапочек... Мы вот так сделаем здесь... Такой вот... Голубые... Вот... Пятнышко... Радужку голубую... Таким образом... Видите... Сразу наша... Крыска уже... Становится похоже на настоящую... Глазки оживили ее... Так... Добавлю ей черного на спинке... Ну и вот таких вот девочки... Вот таких вот... Просто... Вот так тоненькая кисточками рисуем... Такие узоры на ней... Вот здесь должно быть более темненько... Вот так вот... И здесь так же вот... Ну все... Теперь все... Наша девчонка покрашена... Вот... Сейчас... Она должна высохнуть... Сделаем ей... Реснички... У меня ниточка мулины... В одно сложение... Я вот такими вот... Очень... Воздушными стежками... Девочки... Не притягиваю... Делаю... Реснички... Смотрите... Куда вставляю... Вот сюда... Вот где заканчивается... Наша черная века... Сюда я... Вставляю свою иголочку... И на втором глазу точно так же делаю... Самое главное... Не затягивать... Пусть они вот так вот... Свободно лежат в ниточке... Такие вот у нее... Длинные пушистые ресницы... Такие вот... Выберем... Продолжение следует... Вот так я потянула, все реснички у меня убежали. Вот так выворачиваем объем. Пучки можно сразу перейти на носик. Вот таким образом мы вышли еще ей кусики на носу. И теперь нам нужно вышить вот эти вот балетки. Я вот отсюда выхожу просто такими простыми стежками крест-накрест. Вот так. Вот так. И вот тут пришиваю ей вот эти вот бантики. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот таким образом можно вышить эти завязочки. Так, девочки, нам надо с вами еще сделать роти. Ну, рот где-то вот тут сделаем. Ну, от того, какой вы сделаете ей ротик, будет она улыбаться или нет? Ну, наверное, все-таки она должна у нас улыбаться. Вот такой рот. Девочки, можно вышить ниточкой в прикреп. Можно вышить ниточкой в раскол, можно просто нарисовать его. Я вышью прикреп. В прикреп. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Ленточка у меня 2 миллиметра. Следим, чтобы она не перекручивалась. Продолжение следует... Вот таким образом. И нам осталось сделать только юбочку для нее. То есть, ее одень. Сама у нас девочка уже готова. Ну вот здесь я делала просто из кусочка фатина. Вот. Можно взять кусочек фатина. Вот так верхнюю часть присобрать. И все пришить. Это один вариант, девочки. А можно еще сделать вот так. Вот у меня отрезочки есть. Я взяла картоночку, привязала сюда ленточку. И вот так вот, смотрите. Просто ее заправляю отсюда. То есть, вы смотрите, что у меня получается. Получается вот такая петелька. Я вытаскиваю эти два конца. Ну и затягиваю здесь. Повесила сюда эту полосочку на вот эту ленточку. И делаю вот так вот. Собираю их. И полосочки сюда. Вот вешаю, чтобы как раз по нашему, по нашей талии хватило вот этих вот полосочек. То есть, у вас должна получиться вот такая, вот такая юбочка, девочки, должна получиться. Вот такая юбочка, настоящая. Так, теперь я просто ее могу вставить. Ну вот, где тут у нас талия. Можно повыше, можно пониже ей сделать талию. По-моему, она у нее одинаковая везде. Вот таким образом я ее вставил. И надо, конечно, прикрепить ее. Вот тут в нескольких местах белой ниточкой просто. Чтоб она у нас, ну, чтоб она держалась. Вот тут вот. Просто я закрепляю в двух местах. Вот здесь. Ну и вот здесь. Можно в трех. Талия достаточно большая. И вот тут вот я сейчас закреплю. Все. Здесь вот эти вот мои ниточки я должна закрепить. Ленточки точно так же. Я пока их обрежу просто. Вот такую можно сделать, девочки, юбочку. Кто не хочет, такую можно просто сделать. Вот обычную. И вот тут, смотрите, вы можете регулировать длину ее, да? Вы можете ее сделать коротенькую. Вы можете ее сделать длинной. Вот так вот я сейчас подрежу. Вот так вот я сейчас закрепляю. Ниточками какие-то, ниточками какие-то, вот так отдельные. Которые торчат особо. Получается такая пышная юбочка. Можно ее покороче сделать. Вот мне нравится. Мне что-то. Такая длинная. Сделаю ее покороче. Ну, надо, да, надо, надо просто их прихватить. Вот, прихватить отдельными стежками. Девочки, ну, вот, смотрите, вот я ее подровняла. И я не здесь прикрепила, а вот здесь прикрепила. Вот, смотрите, вот я прошлась вот тут, вот, ниже талии немножко. И мне кажется, так лучше. Здесь она у нас так в свободном полете. А тут вот она немножечко прижалась. Так. Получилась хорошая форма. Девочки, ну, вот и все. За час вы можете сделать себе такую. Жозефину, символ года. Вот тут вот я хочу ей просто, вот, зрачки нарисовать, потому что глазки, ну, без зрачков это не глазки. Вот так, чтобы она уже конкретно смотрела. Это можно сделать, девочки, просто гелевой ручкой. Вот. Все. Вот такая Жозефина у нас с вами получилась. Буду рада вашим комментариям, вашим лайкам. Присылайте, пожалуйста, мне своих Жозефин. Мне очень интересно посмотреть, что же у вас получится. Ну, все, девочки. Все. До новых встреч. Всем хорошего творческого настроения. Воплощения ваших творческих идей. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok